Ииии всем привет ребят, с вами мистер Иваник и сегодня записываю новый игровой видеоролик Всем друзья, сразу хотелось бы сказать спасибо за вашу поддержку Спасибо за то, что предлагаете довольно большое количество интересных вооружений Поддерживайте лайком данные видеоролики И сегодня для вас я также нашел из ваших комментариев довольно интересное вооружение Не обессуйте то, что уже 3 или 4 видеоролика подряд у нас выходят видосы исключительно на харьке Но вы так просите, я думаю, что уже в последующих видеороликах харек уйдет немножечко в сторону Будем рассматривать другие интересные также корпуса И вы, к слову, также в комментариях предлагаете уже вооружение на каких-нибудь других корпусах Может это Хантер, может это Викинг, может это Васп И с хареком давайте немножечко в какой-то степени притормозим Но сегодня рассмотрим такое интересное вооружение, как Hornet Twins Ни для кого не секрет, что длинное вооружение для меня является абсолютно не какой-то новинкой Это то вооружение, на котором я играл довольно большое количество времени в форматах медиума В турнирах, которые проходили где-то 2, может 3 года назад И я очень сильно ценю и люблю данное вооружение И надеюсь, что сегодня у нас получится тоже довольно-таки неплохо показать игру на данном вооружении В матчмейкинговых боях Сегодня сыграем, как всегда, 2 бойка И, к слову, это будут бои в режиме контроль точек Я думаю, что получится и заработать первое место, и выиграть бой Как мы все с вами знаем и ценим И раскрыть как можно лучше данное интересное вооружение Поэтому давайте больше говорить и балаболить не буду А уже буду фокусироваться на карте Первая карта у нас Red Alert Отличнейшая карта, потому что данное вооружение славится именно игрой на средней и ближней дистанции При том раскладе то, что у меня имеется устройство на отключение сплэш Или не сплэш, самоурона, да, не сплэш И сплэш и самоурона Дабы я вблизи не дамажил по себе И также нету возможности у меня при всем этом раскладике дамажить противника Например, который стоит 2 танка рядом И раздавать по ним сплэш Хоть он, конечно же, не такой большой прилетает, если вообще он имеется Но данное устройство, я думаю, что считается вообще на пенсии дефолтным Бывают, конечно, моменты, когда можно поиспользовать устройство на дальность Но это явно не тот случай, когда мне на харьке нужно его использовать Да и, наверное-таки, не самый подходящий корпус для данного интересного устройства У меня прямо сейчас имеется, поэтому мы играем на стабилизированной плазме Если я не ошибаюсь, именно так называется данное устройство И уже начинаем выигрывать катку ЦП, это, наверное, лучший формат, в котором можно полностью раскрыть данное вооружение И показать вообще все плюсы, за счет которых можно отлично контролировать точки Передвигаться довольно быстро по карте И если бы у меня сейчас бы, в данный период времени, еще бы имелся бы овердрайв Как вот был он у Хантера То я бы мог бы вообще ворваться в этот куполочек И просто нереально жестко понаносить там урона Но сейчас я думаю, что мне еще удастся это сделать Правда, там должен уже, по идее, купол спадать Да, одну точку пока что противник контролирует Но я думаю, что мы должны сейчас быстро это как-то, ну, разменивать Менять свою пользу Забирать одного Титанчика Забирать второго Цветанчика Также вы смотрите на то количество резистов, которые имеются от данной пушки Один резист на такую катку Это очень и очень мало Очень многие игроки стали забывать вообще о том, что Твинс реально нагибает Его используют довольно мало в матчмейкинге И также и никто резисты от него не берет И очень-очень даже зря игнорировать такое интересное вооружение Но для нас это, конечно же, плюс То, что я могу сейчас его спокойнейшим образом брать И не только использовать его в одной какой-то катке А также могу его полноценно использовать в боях Когда, например, выполняю заданки И мне реально импонирует данная пушка Раньше я на ней проводил довольно большое количество времени До того момента, пока не стали другие пушки лучше себя проявлять в балансе Поэтому и сейчас данная пушка находится в довольно неплохом балансе в среднем И если у вас есть выбор покупки какого-то определенного вооружения То вы также можете задуматься о покупке Твинса Если вам реально нравится данная пушка Вы можете быть точно уверены в том, что большое количество резистов от данной пушки Сейчас в матчмейкинге нету А значит вы можете смело ее использовать И нагибать на ней какие-то определенные каточки Например, это будет захват флага Например, это будет контроль точек Но в контроле точек я думаю, что Твинс это вот прям Та самая пушка, которую можно использовать вот прям просто по дефолту И резистов от нее немного И на всех этих картах в принципе дистанция довольно-таки средняя Потому что вы передвигаетесь с точки на точку Это значит, что противник сближается И вы комфортно можете доминировать на данном интересном вооружении Я имею ввиду не только пушку, но и корпус Использовать, наверное, лучше всего Твинс не только с Харьком Но и Викинг, тот же Хантер Отлично подходит к использованию данной замечательной нагибаторской пушки Пока я тут рассусоливал, разглагольствовал, балаболил Мы уже довольно неплохо ведем в катке Я уже даже потихонечку отрываюсь Контролируем постоянно две точки Третья с переменным успехом А это значит, что катка прямо сейчас уже быстро может подойти к концу Мы ее досрочно завершим И перейдем к следующему бою Как вы видите, что все складывается максимально легко Максимально просто Я просто какими-то моментами прожимаю овердрайвик Наношу нереально большое количество урона по противнику Притом раскладики, то что они еще и используют титаны Ставят там эти куполишки Но они-то не спасают, они не помогают Да у меня есть Твинс, который с одного шарика наносит по 400 урона И с чем бы ты ни играл Этот Твинс тебя будет постоянно нагибать, доминировать и унижать И вы мне скажете, что я использую Защитника Поэтому у меня все это круто получается Но я вам скажу, что Защитник лишь дает мне дополнительный буст, дабы выжить в каких-то определенных моментах Но все это будет, весь нагиб, весь урон будет исключительно за счет того, что я использую пушки От которых, во-первых, нету большого количества резиста Во-вторых, данную пушку довольно эффективно можно использовать именно в данном режиме А именно контроль точек Поэтому продолжаем Следующая каточка у нас Мосты Уже запикались Уже 20 секунд даже прошло Первую точку я уже забрал И я отлично прямо сейчас понимаю, что На данной карте лучше всего мне будет продвигаться вот в эту правую зону Где большое количество респов противника всегда здесь имеется И за счет этого пытаться здесь забирать дополнительный опыт Почему нет? Если, например, вот этот бы молодой человек меня сейчас бы не уничтожил То я, может быть, еще бы пару-тройку киллов в этой зоне забрал Поэтому я думаю, что даже сейчас можно просто по низику, по-быстрому прорваться на правую зону И там уже начинать накидывать урон При том раскладе то, что у меня сейчас уже должен быть совсем скоро овердрайв Урона где-то я там наполучал Какой-то гром прилетел Аптечку прожмем А, еще и твинс У-у-у, ясно Ну, здесь я дефолтно, конечно, улетел в минус Быстро прожмем делит Дабы особо жестко не позориться И уже отправляться на давление Именно данную катку я хотел бы, наверное, поиграть исключительно на вражеском респе Дабы противник больше отвлекался на меня И за счет этого давал возможность своим тиммейтам Больше передвигаться по карте Больше дамажить противника Все же я считаю, что лучше вот так в минус, конечно, не падать на подъемах Потому что это уже какая-то печаль, беда Если я так буду падать в каждом игровом моменте В минус, ну, это провал Ну, это провал, безусловно Я хочу ехать на вражеский респ Да, я рискнул, да, я забалаболил Но нужно-то в таких моментах играть более сайвово Поэтому давайте больше так не будем ошибаться Притом раскладики то, что мы уже 5-0-то летим Титанчики начинают потихоньку уже ставить куполишки А это значит что? Это значит то, что мы идем на респ Мы идем давить Мы идем уничтожать молодых людей Которые думают, что они сейчас будут здесь наносить большое количество урона Там еще один купол стоит Но, в принципе, нам это не помеха Давайте попробуем забрать Ладно Забрать, я хотел сказать, молодого человека Но там Попался более лучший экземпляр В виде противника, который просто взял Прожал овердрайв на хоре грамме И накидал мне по шее Так, что я сходу с одной плюхи улетел на респ Но я думаю, что мы отчаиваться точно здесь не будем Едем на центрик И попытаемся сейчас здесь забрать точечку Одного забираю, второму сбиваю Шикарно, все реализуется К слову, твинс это та пушка, которой можно довольно легко сбивать прицел Легким танком Да и не только легким Всяким рельсам Всяким громчиком, гауссиком И все это получается довольно таки просто Да, если вы еще используете устройство на дальность То там силы удара еще больше, чем на твинсе без дальности За счет того, что вы можете уже и противника держать на каком-то определенном расстоянии Но также и без устройства на дальность на данном твинсе Можно спокойнейшим образом сбивать противнику прицел И еще наносить довольно большое количество демеджа Сейчас бы, если бы я дожил до данной аптеки, было бы просто великолепно Да, я доживу, отлично И вот сейчас можно еще подавить противника Все же я решил немножко откатиться Дабы не слиться, дабы не получить там дополнительного демеджа А теперь уже можно кидать просто в спиночку урончик И рельса меня сливает Ну а я уже на первое место клоутов тоже вырываюсь И катку начинаем выигрывать И по УПшке у меня все довольно таки неплохо складывается Овердрайва 50%, опять на давление Опять идем в левую зону, через мостик И там уже надеемся на то, что этот хантер не прожмет овердрайв Потому что если он прожмет овер, то у меня будут в очередной раз плохие новости Для себя и для вас Ну там, похоже, все плохо Там просто молодой человек прожимает купол И говорит мне, добрый вечер Вы ничего нам не сделаете Ну ладно Давайте подожду немножко Сейчас уже как раз купол пойдет на кулдаун И противник пойдет вперед, забирает точечки А я тут как тут, добрый вечер, говорю им Забираю одного, второго, третьего, пятого И Гаусс просто меня уносит на респ Но у меня там уже и аптечки не было И овердрайва не было Поэтому в принципе ничего страшного Две с половиной минутки остается до конца Главное сейчас не терять точки Главное делать акцент именно на взятие условной левой зоны Условного центрика И отправляться также на давление правой зоны Дабы наши тиммейты понимали, что все хорошо Не надо там как-то бояться кого-то Надо просто спокойнейшим образом забирать этот бой И ни в чем себе не отказывать Я могу вообще вот так вот нагло поиграть Да, посближаться с викинга-твинцом Который не хочет расходку прожимать И вот сейчас просто идти на правую зону И пытаться сливать гаусеночка Который думает, что он нагибатор танков онлайна Ему еще и арта прилетает такая в башку плюху Потому что он сходу с одного ваншотика улетает на респе И все у него печально здесь получается Держим вот так вот зоночку И сейчас еще ддшку здесь прожму И если закреплюсь на этой зоне еще на протяжении где-то 20-30 секунд То я думаю, что тут уже можно катку закрывать смело 23 точки у нас уже имеется И сейчас видите, насколько много времени можно выигрывать на вражеском респе За счет того, что противник просто вынужден сначала слить тебя А потом уже отправиться захватывать вражеские точки И пока сейчас они раздуплятся и поймут, что им надо ехать вперед Катка-то уже подойдет к концу А мы уже ее выиграем, да? Я хоть и не на первом месте Но с точки зрения того, что я внес сейчас максимально большое количество импакта В данную победку, я имею ввиду досрочную То это очень-очень круто было сыграно И остается одна точка Мы две точки держим под контролем И я думаю, что это все Да, это конец, это легчайшее Просто легчайшее Две досрочки на Хоре Твинсе Что может быть лучше? Может быть лучше только еще более быстрые досрочки Но данное сочетание имеет смысл быть И я неспроста записываю его настолько с такими жесткими эмоциями Потому что мне очень сильно импонирует данное вооружение И из всех тех вооружений на Хорьках, которые я записывал Данное вооружение для меня вносит какой-то определенный дополнительный буст И я думаю, что по ходу данного видеоролика вы сами видели Как я реагирую Потому что оно просто предназначено для ЦП Это вооружение В нем можно в данном режиме полностью Просто полностью реализовать его Можно и забирать точки Можно и контролировать респ И ты никогда не будешь проседать на этом вооружении Потому что Твинс Это та самая пушка, которая работает на средней дистанции А на точках Ты хочешь не хочешь Ты будешь сближаться Ты будешь играть на средней, на близкой дистанции И этот самый Твинс За счет своего овердрайва За счет того, что ты наносишь большое количество дэмэджа И при всем этом раскладе еще и не имеется большое количество резистов От данной пушки Ты будешь просто жестко, дико нагибать Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился Я надеюсь, что он вам понравился Вы поставили на него лайк Оформили подписку на канал, если вы еще вдруг не подписаны Также не забывайте еще нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики Ну и если на данном видеоролике у нас наберется более 100 лайков Завтра уже у нас будет новый видеоролик на канале Все у нас, как бы уже, можно так сказать, схвачено Все и выходит просто по супер жесткому нагибаторскому графику Я, безусловно, этому рад, что вы все это дело поддерживаете Ну и вот на такой ноте данный видеоролик подошел к концу Спасибо всем, друзья, за просмотр Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok